Я буквально несколько минут хотел бы рассказать для людей немножко информации о GDG Омск и Google Developer Group Омск, так как на самом деле некоторые узнавали о нашей группе только вот сейчас, в связке с конференцией. Хотя не такая уж маленькая часть среди присутствующих здесь является активными участниками наших прошлых мероприятий, были в разное время участниками оргтима и прочих вещей. Итак, ну немножко о себе, докладчик Алексей Зиновьев, аспирантом ГУ сейчас, занимаюсь математикой, теорией графа, прогнозированием пробок, исследованием транспортных систем. И я знал, что сегодня будет пробка. Большой фанат различных Maps API, в том числе Google Maps API. Дальше, немножко. Представьте себе, вот был мир с технологиями Google, а в Омске Google Group не было. Ну, собственно, когда-то один омич подумал, пойду погуглю об этом, разузнаю чуть-чуть побольше. Этим омичом случайно, и не случайно, нет, совсем не случайно, оказался Алексей Гравенский. Человек, который всегда качал большой интерес к различным технологиям, он сколько учили, сколько помнил, все время что-то новое для себя открывал. И вот открыл, собственно, для нас, собственно, вот этот дивный новый мир, как говорил Хаксли. Итак, Омск Джейтак. Когда-то мы назывались Google Technical User Group. Основан был 24 апреля 2011 года. Первая встреча, это была трансляция Google IEO Extended в 2011 году. На данный момент мы провели больше 40 ивентов, и больше 2000 уникальных посетителей было зарегистрировано в различное время или посетило их, то есть в том числе и вы сейчас, я вас уже включил в эту статистику. Итак, в течение последнего года мы входим в пятерку по некой метрике, в пятерку по всему миру, вот таких вот Google Developer Group. Ну вот здесь карта, как же без карты? Обратите внимание, это Google Developer Group по всему миру. Зеленые – это активные группы, желтенькие – чуть-чуть менее активные. Ну вот после определенной перерегистрации вот это GDG мир. Обратите внимание, что в России, конечно, мы обнаруживаем большие пустые пространства на северо-востоке, да и в центре, вот. Безумно здесь сильная Индия, Африка, Китай, Южная Корея, может быть, Аргентина, даже Филиппины, вот. Но в Европе вообще не протолкнуться. У нас в России пока с этим немножко туговато, но вот мы стараемся и постепенно распространяем это вширь. Вот круг в пик, пожалуйста, омский G-TAC на пятой позиции. Мы периодически соревнуемся в так или иначе с GDG Шанхай, большой чешской гугл-группой, киевская, там просто мощная очень организация. Вот есть еще Буинес-Айрис и Тунис. Вот, неожиданно там в Тунисе есть город Тунис, и там вот есть такая организация. Ну вот и далее по центру. Справа видите рейтинг стран, ну мы часть рейтинга, так сказать, России тоже даем. Итак, тут будем немножко разминаться. Вот сейчас просто встаньте, пожалуйста, активные участники, которые получили инвайт вот сразу. Тут среди вас есть такие, просто на вас хочется посмотреть. Мы рассылали какой-то инвайт, вот, очень давно. Вот есть такие, хочется просто вас увидеть. Вот, посмотрите на вот этих вот людей, они есть среди вас. Вот вы бы встали и постояли, вас не видно. Ребята, пожалуйста, встаньте. Вот как-то вы все на задних педах там заместились. Обратите внимание, были люди, которые неоднократно обещали наши мероприятия, или были как-то связаны с ними, вносили большой вклад, делайте. Спасибо, ребят, это просто вам респект. Просто поднимаем руки, если вы хоть раз посещали наше мероприятие. Да, приятное количество. То есть такие люди тоже есть. Если вы школьник или студент первого курса, вот, и студент первого курса, есть первокурсники? Вот, ну, заметьте, среди вас есть доля студентов и школьников. На самом деле очень важно, чтобы эти все вещи были открыты в каком-то смысле и для, теперь уже по отношению к нам младших поколений, что ли. Вот. И, пожалуйста, если вы ни разу не пользуетесь технологиями Google, тут вообще есть такие, поднимите руки. Что вы здесь делаете? Уходите. Если у вас есть хотя бы один ребенок, пожалуйста, поднимите руки. Вас почти как школьников, ребята. Спасибо вам, что вы находите время среди воспитания ваших детей развиваться еще и самим. И вот посетили нас. Это, на самом деле, тоже такой значительный бодрик. Вот я почему-то решил вспомнить вас. Спасибо. Немножко об основных событиях, которые мы проводили. Это хакатоны по Android и Chrome. Я думаю, часть участников знали об этом. Хакатоны — это такие небольшие мероприятия, где люди два дня усиленно разрабатывают, а потом соревнуются между друг другом, показывая приложение, которое они за эти два дня и написали. Девелопер-карфейн у нас периодически проводится. Мы собираемся часто в Соленом Зефире или еще где-то и просто общаемся. Кто-то себе что-то заказал. Мы обсудили эти отрасли Омска, поспредничали про новые технологии и так далее. Есть хангауты на интересные темы. То есть тут мы немножко уже подключаемся в некую общую волну, которую Google развивает по миру. То есть есть некие трансляции, которые идут. Это хангауты между участниками сообществ. Семинары по технологиям. Теперь уже обязательный must-have просто перед всеми хакатонами. Есть люди, которые приходят, например, слышат про андроид. Ну не впервые, но не программировали точно ни разу. Ну их же нужно немножко подучить. У нас есть опытные эксперты, которые охотно делятся знаниями. Многие помнят, наверное, собеседование в Google. Если были, это у нас тут тоже на территории Эмида. Проходило весной. Такое дико потрясающее мероприятие с нажиманием кнопочек. Интеллектуальная игра. Даже такой формат. Ну это, конечно, трансляция Google.io. Это классика. Собираемся ночью и смотрим, как далеко в Калифорнии. Вот там Сергей Блин надевает Google Glasses и смотрит на нас оттуда, из той стороны экрана. Вот. Немножко фотографий. Вот Android DFPM 2012. Это был у нас в феврале и в марте. А вот Google Web 2012. Это у нас двух хакатонов, которые были. Вот тут уже все такие мирные. Почему мы делаем это? Вот сейчас важные такие слайды идут, такие о наших целях. Ну, у нас в какой-то момент сложилось ощущение, что Омск это город таких вот сонных аутсорсеров, людей, которые работают в каком-то смысле очень сильно на заказ, но производят все-таки, согласитесь, очень мало своих продуктов. Я очень мало нахожу в Android маркете, в Chrome маркете, каких-то приложений, которые созданы для Омска, где это слово хоть каким-то образом причем фигурирует. Да, есть отдельные подвижки, но их все-таки маловато. Необходимо поверить в собственные силы. В каком-то смысле нужно понять, что комьюнити, общение, вечерние хэнгауты, это может стать стилем жизни, потому что ты становишься намного открытией для целого мира. И этот мир в каком-то смысле входит в тебя. Очень важно, как уже было сказано, быть на острее мирового развития. Вот, помните, Google это не вещь в себе. На самом деле это не просто строчка поиска какая-то, в которую можно забивать и находить очень важные вещи. Да, с этого все начиналось. Но за последние годы все шагнуло намного дальше, и то количество продуктов, интересных штучек, которые предоставлены, сейчас не время, может быть, о них не рассказывать, но они есть. Это большое количество и мастер-классов, видео-лекций и так далее. Заходите на сайты, которые я приведу позже по ссылкам, и находите для себя огромное количество новых штук. Мы и Google. Почему? Мы и почему Google? Мы пользуемся, и мы Google передовыми технологиями, в частности, мы пользуемся Google технологиями. Общаемся, помогаем друг другу в исследованиях. То есть не только односторонняя какая-то связь. То есть генерация идей происходит с обеих сторон, и мы взаимно обогащаем друг друга, безусловно. Такого, что, знаете, я придумал вот эту вся идею, спрячу в темном чуланчике и никому не покажу, это в каком-то смысле отживший стиль. Общаться можно сейчас только в командах и двигать науку тоже только в крупных командах. Вот. Строим открытый мир. Как бы это ничего не говорило, когда ты сидишь в хангаунте с представителями разных раз, конфессий, просто стран, языковой барьер преодолевается, и ты чувствуешь, что наш земной шарик очень маленький. Вот. GDG-лаборатория, совсем кратко, вот, мы двигаемся в направлении того, чтобы здесь зарождались команды и проекты. Здесь происходит какая-то разумная критика идеи. Если у вас есть там идея стартапа, вполне можно покатать ее на хакатоне под взглядом справедливого жюри. Используем различные Google API. Общаемся с исследователями. Будущее на самом деле не определено. Мы не знаем, куда мы пойдем строго дальше. Может быть, будем делать только образовательные семинары или мастер-классы по технологиям. Может быть, пойдем общаться на природе, в конце концов. Почему бы там девелопер выездной палатка-кафе не делать? Но точно знаем, что будем делать полезные приложения для Омска. Вот. Немножко о контактах и полезных ссылках. У нас есть сайт. Это ключевая точка входа. Вот. Оттуда ведут ссылки на все основные вещи. Блог. Можно подписаться на него, и вы тогда не пропустите новости о событиях, а не будете регистрироваться в последний день. А вы знаете об этом раньше. G+, страница. Для нее есть даже расширение для Хрома, которое сообщает о новостях. Вот. Супер ссылка. Сайт Google. Developers Google.com. Это очень важная входная точка. На ней сейчас сосредоточена вся информация Google группа. Если вы переехали в другой регион, не знаю, там, на Филиппин или в Таиланд, и вдруг захотели посетить какой-то Google-увент, посмотрите. Может быть, там уже есть Google группа. Вот. И Google группа. Это группа, где люди задают какие-то вопросы. Например, у вас есть вопрос по Android технологии или еще чему-то. Вы можете зайти, задать вопрос, и через какое-то время люди ответят. Такой маленький стек оверфлоу только в локальном сообществе. Все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы уже с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ